Добрый вечер, дамы и господа. Поговорим об Абдулях. Тема любопытная, потому что совсем недавно Ванамас слезно извинялся перед Абдулями. Я слышал разговор, записанный Абдулями, перед этими самыми извинениями Ванамаса. В общем, такая беседа нескольких Абдулей с Ванамасом. Беседа достаточно унизительная для Ванамаса. И мне казалось, настолько унизительная, если кто не слышал, то я рекомендую к прослушиванию. Настолько унизительная, что мне казалось, что его реакции, а они были такие довольно, я не знаю, даже назвать это либеральными, очень трудные. Ну, какие-то, то есть они настолько неадекватные, да, что мне казалось, что это стёп просто, в смысле, с его стороны, что это какой-то сарказм. Что когда тебя там называют так-сяк-наперекосяк, и говорят, что ты там виноват во всех делах, а ты говоришь, ну, это вопрос, там, недостаток информации, или ещё какая-то глупость такая. То есть очень обтекаемо. Как бы, давайте не ссориться, ребята, я кот Леопольд. Вот. А ему говорят, а ты говно там на палке и так далее. Петух гамбургский. И после чего, опять же, беседа продолжается, да, вместо того, чтобы, там, ты, ну, сама, сама, сам факт беседы такой, да, он противоестественный. То есть я лично ни с какими людьми, которые на меня бы наезжали, да, беседовать не стал, тем более, там, под запись. Это вообще абсурд. Уж тем более извиняться после этого перед кем-то. Даже если я был бы не прав, как будто бы в этой ситуации, насколько мне известно, в анамас точно не прав. Извиняться, даже если ты не прав, да, это совсем уже признак окончательной опущенности. Ну, сделал, как бы, сделал что-то не очень хорошее, скажем так, да. Но держи марку, раз ты уж корчишь себя крутую. Ну, держи марку. А если ты пошел на подпятна, оправдываешься, как ребенок, и так далее, и так далее, тем, ну, я не знаю, просто, да, вся эта история, там, с набитой мордой, с... Краска в подъезде, это же, ну, как бы, такие школьные дела. Во всяком случае, как мне кажется, исполнитель этого всего, это какие-то школьники. Я понимаю, почему, как бы, они это сделали, потому что они считали себя правыми, и они объединены в сообщество, в банду, в секту, как угодно это можно назвать. Такой социальный феномен, который тоже объясним, конечно же, потому что один ты дерьмо, а вместе ты, как бы, фашио, пучок. И, значит, соответственно, сломать такой пучок уже нельзя. Вот. Вот. И это довольно романтично, приятно. Да, вот есть какой-то там нехороший дядька Батикова-Намаз, который, как бы, сделал что-то подлое, и его надо научить, как бы, жить по совести. То есть, ничего такого, даже дурного, противоестественного действия Хабдулия я не вижу. То есть, они поступили правильно совершенно в этом смысле. То есть, никаких претензий лично у меня к ним нет, напротив, как бы, респект, так и надо. Но я пытаюсь поставить себя на место того же Ванамаса, конечно же. И как бы я себя вел в такой ситуации, но я, естественно, не пошел бы ни на какие контакты, да. То есть, первое, что, чего бы я не сделал. Если бы были такие президенты с подъездом и со всякими делами, да, это тоже, как бы, надо быть последним чмом, чтобы, во-первых, позволить себе напить морду без ущерба для другой стороны. Второе, это, конечно же, реакция, ну, там, как будто краска в подъезде, да и насрать бы на это. Ну, наверное, соседи там возмущались. Наверное, Ванамас, как настоящий задрот, живет с мамочкой, которая визжала, как резаная, что вот, тамазали дверь в подъезде. Твои друзья, приятели, вот, сделай же что-нибудь с этим. Ну, и так далее, как обычно бывает в таких случаях. И, естественно, что это, ну, не подобает человеку, который строит из себя крутого. Раз ты строишь из себя крутого, будь им до конца. Возьми, там, биту и набей морду этим людям, да, то есть... Ну, когда-то, на самом деле, у меня были всякие проблемы. Ну, не то, что там в возрасте Ванамаса, конечно же, да, но в каком-то там возрасте школьном и чуть-чуть постшкольном. Да, были какие-то дворовые хулиганы, которые, естественно, мне нравились, как я одет, как я выгляжу, как то, как все. Я носил с собой, ну, что-то вроде такого мачете, ну, это сикач, правда, был из хлебного магазина, мной украденный. Штука, может быть, в два раза меньше, чем мачете, ну, покороче, но такая же острая и страшная. При одном взгляде на такой предмет у людей, ну, как бы пропадало желание со мной общаться тет-а-тет. Правда, однажды огромный, ну, как, что там, человек, по-моему, 15 было этих самых таких дворовых чертей, и бывшие, кстати, некоторые из них были бывшие моими одноклассниками, в смысле, ни в одном классе мы учились, и в параллельных классах. Вот, и мы были с моим приятелем, шли, возвращались поздно домой с какой-то тусовки. У него был при себе молоток для отбивания мяса, а у меня вот сикач. Значит, они на нас решили все-таки напасть. Рано или поздно они решили на нас напасть. Вот, ну, и что мы сделали? Мы обронялись этими предметами, как могли. И мой приятель разбил череп одного из этих людей, то есть пробил бошку просто этим молотком. Вот, я, к счастью, никого не порезал своим замечательным сикачом, просто махал и старался ударить тыльной стороной. Если бы я это сделал не тыльной стороной, то, соответственно, человек мог бы очень серьезно пострадать. Я старался, как бы, вот, сдерживаться. И это было довольно быстро, все произошло довольно быстро, там, какие-то, ну, не секунды, да, но какие-то там 3-4 минуты. То есть в таких случаях все это происходит очень быстро. И вот, когда мой приятель пробил бошку одному из хулиганов, они как-то, вот, ну, охренели, что называется. Да, вы видели, там, кровь течет, там, все, там, разбитый череп, все дела. И что сделали эти люди, да? Ну, как последнее дерьмо, ну, как и НТО, например, поступал, да, ну, мне эти повадки все знакомы, они побежали за ментами, ребята. Они побежали за ментами, эти нападающие. Вот такое вот говно. То есть люди любят группироваться в стаи, в стадо, в группы, нападать группами на одного-двух людей. Ну, почему я все это рассказал? Конечно, исключительно из-за того, что если ты строишь из себя крутого, надо уметь эту крутизну поддерживать. Если ты какое-то говно, то, значит, будь таляном на самом деле, да, вот таляном, а не называйся гордо, там, батя, обзорщик номер ван и всякая такая фигня, да, то есть, все эти понты. Ты сколько ни кидай, если за этими понтами, эти понты не обеспечены золотом, то, значит, они пустые, эти понты, они лопаются, как мыльные пузыри, как в случае с ванамасом. Ну, вы видели, да, человек слезно молит буквально о прощении, ну, разве что на колени не становится. Есть другие блогеры, которые перед Эбдулями на коленях даже стояли, что самое смешное. Мне неизвестный блогер, но я когда искал извинения ванамаса перед Эбдулями, я случайно наткнулся еще на каких-то неизвестных мне каких-то блогеров странных с очень низким количеством просмотров, однако, которые ухитрились тоже что-то такое сделать. Не знаю, что, но за что они извинялись, в общем. Вот, одного такого мудака я посмотрел, да, вот он ползан на коленях и извинялся. Было это омерзительно, естественно, как любое ползание на коленях, любое извинение и так далее. А в случае с ванамасом это вдвойне отвратительно, потому что, чего же ты, блин, из себя строил-то, мудила? Что ты строил из себя? Надо сказать, что ванамас был когда-то мне очень симпатичным. Я с удовольствием смотрел его обзоры, с большим удовольствием смотрел его обзоры, он был прикольным. А прикольным, ну, потому что такой, опять же, можно сказать, что постмодернистский юмор, доведённый до абсурда, считание полигончиков, оно, естественно, забавное, да, вот эти вот все его обзоры там, игровые, они были забавные в какой-то момент. Потом они стали всё хуже и хуже, стали скатываться куда-то в ноль. И сейчас мы имеем уже совсем какой-то выжатый лимон, который всё ещё чего-то пытается позревать. Да, после этого извинения вышел ещё там обзор, что совсем дико просто, на мой взгляд. Собственно, Абдули, их приговор, да, их, который был оглашён в этом разговоре, записанном Абдулями, Абдулями, там они сказали, чтобы он навсегда бросил блогерство, и, соответственно, ну, там перестал так называться, всё-всё-всё-всё такое, да, и типа, вот он всё-таки сделал обзор, ну, типа, пошёл против них. Такая промежуточная мера. Он всё-таки извинился, но всё-таки не прекратил делать обзоры и остался, как бы, обзорщиком. Хорошо ли это, так-так-такие полумеры, остаться обзорщиком, но извиниться? Я думаю, что нет. Я думаю, что если ты так унизительно извинялся, то, ну, ты потерял своё реноме. По многочисленным комментам Ванамаса, людей, которые его смотрели, я присоединяюсь к ним, которые написали, что разочарованное, что действительно это недостойно, и так далее, и так далее, и так далее. Вот эта новость, про которую я забыл, когда я сегодня делал видос про эти вопросы, да, я забыл про неё. Она важная, на мой взгляд, эта новость, потому что она такая, ну, грязная, мерзкая, неприятная. И обнажилось истинное лицо этого самого несчастного Ванамаса во всей своей красе, что печально. На самом деле, по-настоящему печально и характеризует определённым образом Абдулей, как такую действенную силу. Что касается Абдулей, то я слышал, что они каким-то образом связаны с нашистами. Я не знаю, это правда или неправда. Есть якобы были какие-то бабки государственные, которые кому-то платили. Я не знаю, правда, не знаю. Это точно, не точно. Это просто какие-то слухи такие. Если кто-то знает точно, да, он может там и провернуть эту информацию, соответственно. А может быть, для Абдулей это совершенно нормально или даже почётно. Ну, тогда это совсем странно и смешно. То есть Ванамас, который себя позиционирует как ватник, и Абдулей, который из той же как бы оперы, получается, если они нашисты, но такие радикалы, да. То есть типа что-то вроде хунвейбинов и партийных чиновников. Чистка низами верхов и так далее. Это смешно, это смешно. Спасибо за внимание. Чао-чао. С вами был Олег Маврамач. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Лайки. Лайки.